На одну тысячу мобов в Варкрафте придется парочка, которые запомнятся игроками навеки. Запомнятся тем, как приходилось страдать ради того, чтобы их отыскать. В этом ролике я вновь хочу рассказать о крайне редких и необычных мобах, которые вынуждали игроков месяцами их кемпить в открытом мире, или подло убивать тех, кому повезло их найти. Весьма редким мобом в гневе Короля Лича является Король Пинг. Спавнится он примерно раз в сутки, но в отличие от условного протодракона, с которого падает крутой маунт, он никому не нужен. Король Пинг – это милый пингвин, которого игроки при большой удаче могут встретить на островах к востоку от ревущего фьорда. Помимо своего внешнего вида и, как упоминают, забавные анимации ходьбы, этот моб мало чем уникален. Максимум можно отметить, что с него падала неплохая в плане внешнего вида накидка, но даже она не имела большого смысла и стоила на аукционе, дай бог, пару сотен золотых. Единственная причина, по которой игроки были вынуждены часами ждать этого моба, это одна ачивка, в которой требовалось убивать редких мобов Нордскола. И он, к несчастью для фармеров, был одной из целей ачивки. Больше столь редкое создание в World of Warcraft не выделяется. Ну да, окей, игроки иногда подшучивали, что король Пинк, это тот самый злодей, который подкручивает игрокам Пинк в рейдах, но всё же, если копнуть немного поглубже, можно найти один действительно примечательный факт. Этот моб, как предполагается, был в третьем Варкрафте. В третьем Варкрафте, в компании Нежитим, Артас вместе с Анбараком покорял просторы Нордскола. В одной из миссий, игроки могли найти тёмный запрятанный лес. И если игроки проходили достаточно глубоко в лес, то там они могли обнаружить врата, за которыми как раз находился король Пинк. Даже параллельно всему этому проигрывалась небольшая катсцена. После катсцены, пингвин спавнил кольцо, как небольшую награду. Король не был врагом Артаса и не собирался входить с ним в конфронтацию. Убить самого пингвина, к сожалению или к счастью, тоже было нельзя, он являлся нейтралом с неуязвимостью. Но World of Warcraft такую возможность предоставил, так что игроки сумели поквитаться с мобом за помощь Артасу в третьем Варкрафте. В конце дополнения битвы за Азерот, появился режим эдаких нападений древних богов на некоторые локации игры. Конкретно сейчас нас интересует только Вечно Цветущий Дол в Пандарии, где разгорались ожесточенные бои между силами Азерота и силами Бездны. Разработчики предоставили игрокам возможность залутать в этой зоне и во время этих нападений прикольного маунта, одного облачного змея. Но для того, чтобы его получить, нужно было пострадать. Первое и самое главное, требовалось получить особое лассо. Это лассо падало с разных мобов Вечно Цветущего Дола во время ивента, но шанс был примерно полпроцента. Второе, что нужно было сделать игрокам, выждать рарника, облачного змея. Этот моб мог изредка появиться в локации и летать по всему Вечно Цветущему Долу. Игрокам требовалось к нему подлететь и использовать лассо, после чего игроки в качестве награды получали маунта. Моба приходилось ждать долго, долгими и мучительными часами. Почему мучительными? Ну потому что ожидание рарников это само по себе занятие невеселое, но разработчики, не знаю намеренно или нет, усложнили еще сильнее этот процесс. Они добавили в игру летающих червей. Как это между собой связано? Очень просто. Разрабы ввели этих червей как эдакую искусственную стену. То есть, вроде бы физической стены нет, но если попытаешься далеко куда-то улететь, тебе помешают эти черви. А еще бонусом они накинут стакающийся баф, который уменьшает скорость полета на 30%. А так как баф мог стакаться, по упоминаниям 11 раз, игрок рисковал превратиться в летающую улитку. Так что просто так спокойно летать себе по локации, выискивая заветного облачного змея, было нельзя. А ведь я и не упоминал, что игрокам так или иначе нужно было сталкиваться с конкуренцией. Чуть дело упрощало то, что игроки могли фармить этого моба массово. То есть, буквально собирались целые рейды под 40 человек, которые толпой летали по локации и ловили облачного змея. Кстати, как можете заметить на футаже, игроки как раз летают с этим чертовым дебафом от этих чертовых червей. Скорость перемещения наставляет желать лучшего. Но, тем не менее. Вообще, весь этот рарник и способ получения маунта является большим косплеем на ровно аналогичного рарника, ровно в аналогичном месте и с очень похожим способом получения с оригинальной пандарией. Для его получения тоже требовалось фармить с местных мобов особо редкие кристаллы, а затем требовалось несколько миллиардов лет ждать, пока летающий змей не появится в небе над локацией. После нужно было подлететь и использовать собранные шарды и... вуаля, игрок получал себе редкого маунта. Говоря о мобах, грех не вспомнить охотников, ведь именно охотникам на этом классе порой приходится тратить часы и годы ради выискивания редких мобов. Почти каждое дополнение в Варкрафте позволяло игрокам-охотникам ненадолго приручать питомцев, которых по-нормальному приручить просто нельзя. Пожалуй, самым примечательным невозможным питомцем являлся дух Кусу, который появился в низине Шалазар в гневе короля Леча. Вообще, низина Шалазар отличалась уймой интересных и редких питомцев, включая невозможных. В прошлом ролике о редких мобах я упоминал пантеру с синей пастью и синими пятнами на коже. Помимо нее есть уйма и других редких пэтов, но о них немного позже. Дух Кусу это, по сути, слизень. Если с другими приручаемыми, но багнутыми мобами еще можно было сказать, что это хотя бы животное из плоти и крови, или хотя бы что-то одоленно на это похожее, то с духом Кусу такое не прокатывало. Ну, в идеале, ни при каких обстоятельствах слизень не должен был приручаться. Но баги все меняют. По какой-то причине система помечала слизня как обычное животное, а вернее краколиска. А так как краколисков можно спокойно приручать, то проблем с приручением духу Кусу у самых ловких охотников не возникало. И как это обычно бывает, самые ловкие успели его приручить, а те, кто раступлился чуть попозже, потеряли такую возможность раз и навсегда. Хотя, правда ради, у охотников было достаточно времени, чтобы раступлиться. Чуть-чуть больше трех месяцев. Как так вообще получилось, что на слизня накинулся статус краколиск? Мое предположение заключается в том, что этого моба делали по принципу Ctrl-C, Ctrl-V. Помимо духа Кусу, существует еще два духа. Речь идет о духе Гидры и духе краколиска. Возможно, какой-то невнимательный разработчик, скопировав моба и изменив его модельку и имя, просто забыл изменить статус скопированного духа краколиска на статус слизня. Но, кстати говоря, и дух Гидры и дух краколиска это тоже уникальные пэты. Эти духи при нормальных обстоятельствах не должны были приручаться, потому что это, собственно говоря, духи. И нечего приручать мертвых. Но из-за ошибки, возникшей в начале дополнения, все трое стали приручаемыми. Просто слизень уникален для охотников как таковых, а остальные два крутые, конечно, но не то чтобы примечательные. Помимо багнутых пэтов, гнев короля Лича отличился и парой весьма привлекательных, нормальных питомцев, но очень редких. Пожалуй, самым примечательным и в то же время красивым является Скол. Моб представляет из себя духовного волка с темно-синим оттенком мха и ярко-голубыми эффектами на лице и лапах. Также вокруг питомца есть эдакий эффект грозы. На момент гнева короля Лича это был один из немногих бетов с такой уникальной моделькой. Это тебе уже не однотипные кабанчики из Дуротара или волки из Элвинского леса. Поэтому, как и на коллегу Скола из Низины Шалазар, многие охотники начали охотиться. Многие желали получить что-то уникальное и привлекательное, как Скол. Но была проблема. Скол являлся и является весьма, весьма редким мобом. Спавнится этот моб примерно 1-3 раза в сутки. То есть спрос игроков огромен, а возможности получения пета ограничены. Хоть он и появляется всего в одной из трех локаций грозовой гряды, охотников, желающих заполучить Сколы себе, было пруть-пруди. Вот это запросто и выливалось в длительные, многонедельные, а то и многомесячные кемпинги Скола. Что еще примечательно, так это то, что во множестве комментариев на вебхеде под этим петом отмечалась неприятная деталь о охотниках. Судя по всему, было очень много прецедентов, когда охотники, в виде других охотников, которые уже начинали приручать Скола, просто убивали Рарника чисто назло. Мол, если я его не получу, то и не получишь его, и ты. И в комментариях нередко призывается быть добрее, что ли. Мол, видишь, кто опередил тебя, не порти малину. Хотя бывали случаи, когда случайные игроки портили малину вообще всем охотникам. Для контекста, в гневе Короля Лича была ачивка, в которой требовалось убивать редких мобов на просторах Норд Скола. И некоторые невнимательные люди, в виде редкого Скола, просто его убивали. Только был один нюанс. Конкретно Скола в ачивке с редкими мобами, не было. Я прошу прощения у всех охотников, тратящих часы на фарм этого зверя. Я был там, выполнял несколько ежедневных квестов и увидел этого синего волка. Я заметил, что он редкий NPC и сказал про себя, «Отлично, еще один моб для ачивки». И я убил его. Позже я понял, что этого зверя нет в списке для достижения. И пришел сюда, чтобы узнать, что это приручаемый зверь. Пусть сообщество Варкрафта будет добрым и простит меня. Правда, в комментариях на Вовхеде можно найти и не меньше добрых и милых историй, вот как это. Так вот, я снимал шкуру на своем друиде и увидел, как какой-то парень спросил в чате, «Не видел кто-нибудь Скола?» Куча людей начала писать, «О, приручил его неделю назад» или «Ха-ха, ты ищешь его, это пустая трата времени». И вдруг, из-за моей спины, я увидел синего волка, медленно двигающегося за мной. Я сказал парню об этом. Он пришел, это заняло около минуты. И через 30 секунд Скол был приручен. И парень был счастлив. Если копнуть немного глубже в историю Скола, то можно узнать, что этот волк является отсылкой к древнескандинавской мифологии. Согласно их лору, есть два волка – Скол и Хатью. Эти два существа находятся в нескончаемой погоне. Оба пытаются догнать и сожрать эти небесные объекты, но ни у кого из них это не получается. По сути, они символизируют эдакое равновесие. Собственно говоря, Скола в игре мы увидели. А где же Хатью? Хатью тоже есть в игре. Только разработчики то ли жалиться решили, то ли просто намеренно сделали его более доступным. Решили сделать второго волка наградой за одну цепочку заданий, которая появилась пару дополнений назад. Цепочка не являлась сложной и длинной, была даже местами интересной. Даже позже для Хатьи добавили возможность менять расцветку в зависимости от некоторых достижений игрока в Легионе. А еще чуть позже в битве за Зерот, так и вовсе позволили игрокам использовать питомца в качестве ездового средства. Что само по себе является весьма крутой фичей. Так что да, если в легендах есть баланс между Хатью и Сколом, то в Варкрафте второго получить гораздо, гораздо сложнее. Особенно если говорить про актуальное время добавления этих мобов. В дополнении Пандария появилось еще несколько мобов, которые не должны были приручаться игроками. Вот как этот янтарный паразит из Жутких Пустошей и личинка из Улья в кратере Унгора. По большому счету это два одинаковых моба с одинаковой моделькой, просто в разных локациях и с разным цветом. В остальном это ровно один и тот же моб. В одном из патчей Пандарии случилась неполадка, которая позволяла игрокам приручать этого весьма диковинного питомца. Скорее всего это произошло из-за того, что система отнесла этих, в кавычках, красавцев к классу червей, которые в общем-то спокойно приручаются охотниками с гнева короля леча. Эта ошибка позволила игрокам ненадолго приручать этих червей. После того, как охотники их приручали, проявлялась еще одна уникальность этих петов. Они становились огромными. А если их еще и бафнуть какой-то игрушкой, так и вовсе они могли быть в несколько раз выше, чем моделька самого игрока. Так что думаю, какие-то фанаты Дюны одобрили бы подобных питомцев. Вскоре разработчики заметили ошибку и принялись ее исправлять. Новый вышедший патч закрыл дару с приручением этих червей раз и навсегда. Питомцы остались лишь у тех редких игроков, кто успел их приручить в патче 5.1. Также, если верить упоминаниям, произошел еще один нерв этого питомца чуть попозже. Правда, думаю, что разработчики просто исправили в игре что-то одно, а это был побочный непринамеренный эффект. Короче говоря, в одном из поздних патчей Пандарии размер червей стал меньше. Хотя по-прежнему в сравнении с обычными пэтами оставался большим. В общем, круто, что игрокам, да, хоть из-за ошибок, да, хоть из-за косяков разработчиков, но давали возможность приручать максимально диковинных и уникальных питомцев. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!